Снова всем welcome, это снова я. На этот раз я решил сделать небольшой обзор своего мотоцикла Suzuki DRZ400S. Данный мотоцикл я покупал, как вы уже знаете из видео, на юге Японии. Гнал его 650 километров сюда. В принципе, со стандартным сиденьем, скажем, это очень сложно. Тем более, это еще и низкое сиденье. И после 300 километров уже как бы задняя, пятая точка начинает побаливать. Несмотря на то, что на мне были защитные шорты с мягкими вставками. Вот так, в принципе, мотоцикл нормальный, достаточно чистый, аккуратный, без каких-либо там повреждений или же там потертостей. В принципе, в целом так выглядит нормально. Единственное, что вот только хомуты немного проживели, и то не везде. Где кое-где они как бы уже, видимо, помененные, новые стоят. В принципе, тормозные диски, да и сами колодки, в принципе, нормальные пока еще. Можно эксплуатировать. Вот как видно там. Передний, конечно, побольше сточен, но вот задний. Задний диск вполне нормальный. Еще можно ездить на нем. Вот. Что поменять в ближайшее время планирую, так это, в любом случае, резину. Потому как это уже старая резина, видно, уже вся потрескавшаяся. Хоть можно на ней еще и ездить немного, но желательно заменить. Потому как на старой резине уже не то. И свойства она свое уже теряет. И как бы уже она не такая мягкая, как была. То есть... Поэтому желательно заменить. Ну, соответственно, передний так же. Тоже все потрескавшись. И еще под замену обязательно, конечно, цепь. Потому что тут уже, как видно, она вся старая. Вот видно, вся грязная, старая. Вот. Ну, грязная это не от того, что, как говорится, я ее не чищу. А просто менять все равно буду в ближайшее время. Поэтому, ну, смысла нет. Затрачиваться на почистку, на смазку этой цепи. Это вот как с этого была. С магазина. То есть, вот я бы тысячу километров проехал. Вот она вот такая. Естественно, цепь. Звезды тоже. Вот видно, что жесточенные уже. Вот. Переднюю отсюда не видно. Ну, думаю, переднюю так же под замену. Потому как 22 тысячи проехал практически мотоцикл. Считаю, что лучше поменять. Ну, и видно, что вот тут как бы цепь еще можно ее натягивать. Но она уже сама по себе старая. Некоторые звенья стоят вот как бы по диагонали. Здесь вот не особо хорошо видно. Но в кое-каких местах это видно. То есть и лучше, конечно, уже поменять ее. Вот. Мотоцикл я брал с пробегом 21700. Примерно так. Вот. Сейчас на нем уже 22700. То есть я проехал почти тысячу километров. Ну, вот, если быть точным, 949. В принципе, достаточно хороший аппарат. Не вызывает никаких нареканий. Бака хватает примерно на 200 километров. То есть масло я пока не менял в двигателе. Оно было заменено перед покупкой, ну, в самом магазине. Воздушный фильтр тоже, в принципе, в нормальном состоянии. До этого тоже в магазине смотрели вместе с ним. С ними. То есть все было нормально. Вот. Что еще? Какие планы по нему? Ну, вот, как видно, после видео с магазина я заменил глушитель. Этот был глушитель вместе с ним тоже. Вместе с магазином. То есть я приехал. Вот. Приехал я сюда на стандартном, а его выслали по почте. Ну, в принципе, глушитель нормальный. Но единственное, что мне не нравится, вот, как говорится, он слишком такой, высокий звук идет от него. То есть мне нравится, как более по-басисте, чтобы звук был. Поэтому, как бы, я сейчас выбираю, какой бы лучше, ну, глушитель, чтобы по-басисте был. Вот. Поэтому. Ну, и также передняя, то есть, хлопная труба, вот эта передняя часть, она, как бы, ну, стандартная. То есть, в принципе, если будет возможность, то ее тоже, как бы, ну, поменять. Вот. Ну, карбюратор тоже стандартный. Ну, вот, 36-й стоит. Ничего там нового нету. Никаких дополнений, то есть, никаких джет-китов, ничего туда не встраивалось. То есть, мотоцикл полностью стандартной комплектации. Вот. Соответственно, тоже планирую купить сюда вот защитные крышки на двигатель на эту сторону и на эту сторону также. Так, что еще? Ну, также планирую поменять руль на более толстый. И сюда установить защитные, ну, как бы, дуги для этого, как бы, для рук, для вот рычагов, чтобы не гнулись, чтобы все, как бы, это, ну, защищалось при падении. Так, что еще? Что еще планирую? Ну, конечно же, оптика. Оптика тоже желательно под замену, потому что, ну, это стандартная тоже оптика. И когда я ее покупал, мне сказали, что, ну, как бы, желательно поменять, потому что с этой оптикой проблематично проходить ТО в Японии. То есть, очень строго с этим. И, ну, кто вот пользовался данными мотоциклами, те знают, что данная оптика стандартная на светит очень плохо. Соответственно, тоже замену пока что не решил, какой лучше оптика. Ну, в процессе, думаю. Она, вот еще здесь вот небольшое, вот, видно, повреждение от тормозухи. То есть, когда ее заливали, видимо, чуть-чуть пролили, либо же залили слишком много, она чуть-чуть протекла и, ну, краска вспучилась немного на этом бачке. Спросил я, сколько стоит заменить такой бачок. Ну, ну, то есть, вот эта вся, она же все вместе идет литое, как бы. Сказали, около 10-12 тысяч йен. Я сказала, нет, тогда не надо. Оставлю так, как есть. Такие деньги платить. Ну, это на рубли примерно 6 тысяч рублей стоит. Ну, естественно, оригинальный. Как бы не стоит оно того. Можно почистить, зачистить и покрасить самому потом. В принципе, и так сойдет. Что тут еще? Ну, масло я не менял. Масло, в принципе, было заменено при покупке. Как я уже говорил, там и масло, и фильтр, они все, то есть, как бы, посмотрели, все проверили, все было в норме. То есть, то, что надо, они заменили. Вот, конкретно там фильтр, вот, масляный и воздушный фильтр тоже был минен у них же. Это же этот мотоцикл обслуживался у них там, в том магазине. В дальнейшем, конечно, возможно, еще и защиту получше на двигатель всегда. Да, потому что вот эта вот, она пластиковая, как бы, тоже, она не особо дает защиты. Если какие-то камни или еще что-то будет, это все дело, ну, легко сломается. Также желательно поменять подножки, потому что стандартные они очень маленькие. Ну, для японской ноги, наверное, нормально, потому что японцы, они не такие большие. Как бы ступня у них не такая большая, поэтому лучше для них, конечно, ну, поменьше подножки. Ну, вот, для европейцев и там, вот, американцев, ну, и тех, у кого нога побольше, конечно, лучше заменить подножки. Ну, вот, защита на тормозной диск сзади установлена, спереди. Возможно, тоже буду ставить, но пока еще, то есть, не решил, посмотрим, как там по финансам выйдет. Вот, что тут еще интересного. Ну, в принципе, наверное, все так-то. Вот, могу завести, просто послушать звук, как, вот, единственное, на скорости стоит. Вот такой вот высокий звук. Сам двигатель, в принципе, работает достаточно четко. Сторонних шумов никаких нет. Ну, вот, так вот, в принципе, звучит он. Немного высоковато, как для меня звук. Вот, мне нравится более потяжелее. В принципе, вот на этом байке у меня, ну, как бы, стандартный глушитель стоит, но неважно, то есть, все равно он там более такой басистый звук. А здесь с улучшенным глушителем более высокий становится. Вот, я, конечно, не кроссмен. И мне не для кросса нужен этот мотоцикл, вот, а для покатушек, там, по лесу, и мне высокий звук в лесу особо не нужен, чтобы там, ну, и зверей, там, и людей не пугать этим звуком. Поэтому лучше пониже, по басистый звук. Вот такой вот, в принципе, мотоцикл. Вот, также к нему тут, ну, был прикуплен вот трос небольшой, двухметровый. Тоже в России я не видел в продаже их. Ну, в Японии они продаются. Это эти Forever Lock, он называется, вот, такая вот фирма. Тоже достаточно интересный такой замок. Трос 12-миллиметровый здесь идет. Вот, стальной. Сам замок открывается ключами, то есть, сюда кладется ключ. То есть, такой он короткий такой. То есть, проворачивается, ключ туда внутрь уходит. Защелкивается, и только после этого можно открыть или закрыть его. То есть, тоже интересная штука. Вот, необычная. Подобрать ключ нереально, потому что там комбинация хреново-тучи, и все ключи разные. Вот. И, как бы, ну, отмычками тоже, соответственно, он не скрывается. Потому что просто нету отверстия, где там отмычками этими шерудить. То есть, вот такой вот замок. В принципе, ну, также на него я тоже пробрал защитный чехол. Потому что, как видно, вот если солнце или еще что-то, то будет краска выгорать, резина там будет высыхать. И все такое прочее. Поэтому, желательно, если вы приобрели мотоцикл, желательно приобрести сразу защитный чехол. Ну, а также он закрывает лишний глаз, чтобы посторонние не глазели, ничего. Что можно сказать, а еще? А, ну, вот про сиденье забыл сказать. Это стандартно японское низкое сиденье. То есть, low seat. И, я скажу, оно очень жесткое. То есть, оно жестче, чем обычное стандартное сиденье. Поэтому я его планирую заменить в ближайшее время. В принципе, я уже заказал с Америки там seat concept сиденье. Оно чуть-чуть, ну, как бы оно стандартное будет по высоте. И оно помягче, чуть-чуть пошире и помягче. Должно выглядеть более такое, ну, как бы и покрасивше. И, в принципе, оно будет покомфортнее. Потому что единственная проблема вот на этих мотоциклах, они не рассчитаны на долгие поездки. То есть, свыше там 200-300 километров. Потому что, ну, пятая точка будет страдать от этого. А если поставить стандартное, ну, уже не стандартное, а улучшенное сиденье, то, в принципе, можно путешествовать на нем уже достаточно далеко. И по бездорожью, и по всем всяким таким местам, по природе. Вот, выездки на природу. Это вот основная цель, для которой приобретался данный мотоцикл. Потому что на круизере данные поездки будут просто невозможны из-за низкого клиренса и не такой проходимой резины. То есть... А на этом мотоцикле можно куда угодно заехать, в принципе, в любой лес, на любую горку. Также в планах поехать на Фуджи. Потому что я уже знаю людей, кто ездит на подобной технике, на гору Фуджи наверх. Именно на мотоциклах, на эндоро. Прямо на самую вершину. То есть заезжает. Ну, естественно, не по тому пути, где пешеходы или пешком поднимаются, а по-другому. Ну, там тоже не дороги, а как бы бездорожье и по бездорожью вверх. То есть на горку заезжает. Ну, вот, в принципе, и все. Вот такой вот небольшой обзор. Вот, если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. А мы с вами увидимся в следующих видео. До связи!